здравствуйте дорогие друзья канал ирина дача и я ирина красовская сегодняшнем фильме пойдет речь еще об одном клематисе и я думаю что многих это тоже заинтересует но конечно не об этом красавце белом а не будет попозже там далеки розовый это протеус у меня уже есть фильм вот blue light посмотрите какое у него цветение сейчас у нас 7 июля 2021 год вот такие сорта очень обильно и продолжительно цветут но я подхожу посмотрите какой у меня есть клематис этот клематис попал ко мне по пересортице не помню уже у кого я его выписывала и под каким названием но теперь я могу вам о нем рассказать ему уже три года посмотрите он очень обильный вот я его посадила на арку арка два с половиной метра высотой называется климатис мелкоцветковый фиолетовый возможно это даже видовой климатис такой большой информации об этом климатисе я не нашла единственное расскажу то что действительно вот я за три года проходила так сказать ра всю работу проделывала с этим климатисом одно могу сказать что мелкоцветковые клематисы абсолютно неприхотливые их даже можно не укрывать единственное конечно если вы хотите добиваться такого красивого обильного цветения а цветет клематис середины июня и по холода можно сказать где-то по сентябрь конец сентября это точно и высотой этот клематис может быть 45 метра то есть этот клематис можно посадить обязательно вот на какое-то высокое строение не только беседку возле дома возле какого-нибудь сарая который у вас такой высокий двухэтажный какой-нибудь я думаю что будет вообще шикарно смотреться этот клематис но клематисы есть конечно же разного цвета но вот мой посмотрите он такой хорошенький когда я прохожу к хоз постройке через эту арку на тебя смотрят тысячи тысячи фиолетовых глаз начинает начинается цветение клематиса где-то с метра от земли и уже он видите и все дальше и дальше и дальше и дальше хочет расти и цвести приятное такое знаете во первых тень такая приятная он такой густой но абсолютно не агрессивный вот за три года абсолютно небольшой прирост но когда он начинает вырастать а мелкоцветковые клематисы это третья группа обрезки он конечно начинает активно расти у него образуются основные вот такие вот лянки которые древовидные и от них уже многочисленные многочисленные вот такие вот цветочные побеги которые постоянно цветут вот еще посмотрите тоже уже отцвевший цветок но с боковых опять начинает выходить цветочки ну а продолжительные очень такие вся неделя даже полторы недели были грозы и обильнейшие дожди как из ведра вы знаете что сейчас вообще такая стоит непогода посмотрите как он себя держит но великолепно вот посмотрите все цветоносики стоят во первых они такие крепкие довольно таки очень нежнейший цветочек очень нежнейший самостоятельно осыпается не высыхает то есть вид у этого клематиса достойный если у крупных клематисов крупные лепестки их видно они осыпаются иногда на листву задерживаются во время во время дождей лепестки подгнивают и могут инфекцию занести на ваш клематис здесь же я не вижу вообще ничего особенного нечего особенного абсолютно даже вам открою сейчас такой такой как говорится момент неправильной посадки этого клематиса так как у меня вообще негде было его посадить я его посадила даже рядом с азалией посмотрите вот азалия у нее для нее кислая почва я даже подкисляю и удобрения ложу для азалии и рядом сидит вот этот клематис посмотрите листва как бы реакции даже как-то вот никакой хотя он уже у меня вот три года сидит на этом месте в общем то хочу сказать что мелко цветковые клематисы не хуже смотрятся крупных единственное что крупные могут быть не такие высокие клематис мелко цветковый фиолетовый очень красивый вот даже не хочу расставаться хотя я любитель конечно же крупных клематисов к тому же еще и махровых построить какую-нибудь перлогу поставить скамеечку или там качельку и в общем то под ним отлично можно отдыхать вот светит солнце я стою под ним очень себя так комфортно чувствую мои коллекции еще один есть клематис мелко цветковый также попал ко мне по пересортице будет видео попозже об этом клематисе а вы на канале ирина дача я ирина красовская подписывайтесь на мой канал я буду рассказывать вам о всех своих растениях я желаю всем удачи я желаю всем удачи